Трансферное окно в Европе уже открыто, и сейчас мы наблюдаем примерно экватор этого окна. Всем привет, с вами Юрий, канал Диваный Футбол. И сегодня мы поговорим о трансферах, которые уже состоялись, а также о текущих новостях футбольных клубов. Начнем мы с самого главного трансфера для украинских фанатов, трансфера Михаила Мудрыка в Челси. Многие ожидали, что этот трансфер будет в лондонский арсенал. Сам Михаил Мудрык очень хотел перебраться в команду Артеты, но получилось так, что Мудрык стал заложником этой ситуации и перешел туда, где заплатили больше. Все просто и все банально. Мудрык будет получать 7,5 миллионов евро в год. Контракт рассчитан до 2030 года. Лондонский Челси заплатит за трансфер 100 миллионов евро. Но там не так, там 70 миллионов, они сразу платят и еще 30 миллионов в результате возможных бонусов. Идем дальше. Лондонский Арсенал. Лондонский Арсенал, когда понял, что они не подпишут Михаила Мудрыка, переключились на футболиста Барселоны Рафинью. У бразильца не очень хорошо обстоят дела в этом сезоне в Барселоне. Рафинья, руководство Барса недовольны, так как он покупался за 58 миллионов евро летом. И они думали, что результат будет совсем другой. Но Рафинья сам не хочет уходить из Барса, первое. Второе, это то, что трансферная цена Рафиньи сейчас 50 миллионов евро. А после того, как Мудрые окупили Челси, Барселона говорит, что 50 миллионов евро это мало, миллионов 70-80. И только тогда мы будем рассматривать вариант с продажей. На что Лондонский Арсенал ответил отказом однозначным. Они не хотят платить за такого Рафинью. Пусть этот Рафинья без запросов. У него хороший опыт выступления в английской премьер-лиге. Он в составе лица себя неплохо показал. Но 70-80 миллионов это too much. И они не будут покупать. Теперь они переключаются на кандидатуру футболиста Байера Муса Диаби. Там все по цене намного проще. Там будет цена в районе 30 миллионов евро. Переговоры продолжаются. Диаби сам очень не против поиграть в английской премьер-лиге. Он давно заявлял, что Байер ему нравится. Здесь ему комфорта. Хочется поменять условия. Это практически любая мечта каждого футболиста. Поэтому посмотрим. До закрытия трансферного окна еще 2 недели. Возможно мы увидим, что трансфер состоится. Идем дальше. Теперь Рафаэль Ляо. Футболист Милана. Который очень круто о себе заявил. На него 2 активных претендента. Это Ман Сити и Челси. За Челси я вообще в шоке. Они летом потратили больше 300 миллионов. Теперь они купили Мудрыка. Они взяли Фелиша в аренду. И теперь они хотят еще Ляо купить. Они же понимают, что там будет цена 120 миллионов евро. В общем я не знаю, как у них будет с финансами. Но как-то они направо-налево деньгами раскидываются. Так нельзя. По поводу Сити. Здесь примерно та же самая ситуация. Но наверное Сити все-таки потратились меньше. Чем Челси. В общем и Сити и Челси хотят получить Ляо. Заполучить Ляо к себе в команду. Это наверное сделать будет им очень сложно. Ну если кто-нибудь конечно не переплатит очень много. Там может быть 140 или 150 миллионов. Тогда да. Тогда конечно руководство Милана скорее всего продаст. Своего ведущего футболиста. Идем дальше. Эмью. Эмью следят очень серьезно. Следят за ситуацией с Юрием Тиллимансом. Это полузащитник Лестера. У него заканчивается контракт летом через полгода. И он будет свободным агентом. Здесь как всегда поджидая такую ситуацию Бавария. Которая готова забрать его бесплатно летом. И как всегда такой ситуацией хотел бы воспользоваться Ювентус. Но в Ювентус вряд ли он пойдет. Там дела сейчас очень мутные. И там непонятно вообще что будет с Ювентусом через полгода. И Эмью хочет получить Тиллиманса. Его сейчас трансферная цена около 45 миллионов евро. Эмью хочет получить Тиллиманса хотя бы за 30 миллионов. Ну Лестер понятно что хотят выручить больше. Но здесь они могут доиграться до того что закроется сейчас трансферное окно. И они вообще ничего не получат. И еще один футболист которым интересуется Эмью это полузащитник миланского Интера Дензел Дюмфрис. Здесь ситуация посложнее чем с Тиллимансом. Так как трансферная цена Дюмфриса сейчас 28 миллионов евро. Интер говорят мы продадим только за 60. Контракт у него еще 2 года. Да 2 или 3 года у него еще контракт с Интером. Поэтому здесь быстро остаться не получится. И руководство Эмью говорят ну 60 это много. Давайте хотя бы 35. Ну в общем там еще переговоры идут. Возможно еще Дюмфрис перейдет в Эмью. В это трансферное окно. Чтобы освежить правый фланг команды Эрика Тен Хага. Последняя новость о Ливерпуле. Уже нашумевший клуб из Саудовской Аравии Аннаср. Закидывает удочки теперь именно в Ливерпуль. А именно их заинтересовала кандидатура Роберто Фермина. У которого заканчивается контракт. И который по мнению арабских руководителей является сбитым летчиком. Они предложили ему тоже какой-то там жирный контракт. Не такой конечно как у Криштиану Роналду. Но хороший такой достойный. Но Фермина он молодец. Он говорит я не хочу никуда переходить. Я хочу еще на высоком уровне поиграть за Ливерпуль хотя бы сезон или два. Поэтому однозначно у него заканчивается контракт. Но он будет делать все возможное от себя. Чтобы остаться в Ливерпуле. Его закидывает клуб из Саудовской Аравии удочки. Это Кейлар Навас. Из ПСЖ. Там ситуация тяжелая. Так как он не игрок стартового состава. Контракт у него до лета 2024 года. Его трансферная цена сейчас 5 миллионов евро. Руководители клуба Анаср готовы заплатить 10. Чтобы перетянуть опытного кипера к себе в команду. Переговоры продолжаются. И я не знаю чем они закончатся. Следующая новость будет касаться украинской премьер лиги. Ярослав Ракицкий вернулся в Донецкий Шахтер. Воспитанником которого он и является. Ярослав Ракицкий в свое время перебрался в Зенит Санкт-Петербург. Но после полномасштабного вторжения российской армии. Он разорвал контракт. Уехал в Турцию. Какое-то время проиграл в турецкой лиге. И сейчас возвращается в свой родной клуб. Контракт подписан до лета 2023 года. Пока на полгода с опцией продления на год. И еще один трансфер нашумевший. Это переход Виктора Цыганкова в испанскую Жирону. Чем он такой нашумевший и шокирующий. Это тема. Это с ценой своей. Виктор Цыганков переходит всего лишь за 5 миллионов евро. Всего лишь за 5. Я хочу напомнить, что 3 года назад Лацио предлагали Игорю Суркису, президенту Динамо. 19 миллионов евро. Игорь Суркис тогда отказался. Он подумал, что через некоторое время он продаст Цыганкова дороже. Но не так получилось, как он хотел. Моя версия это то, что у киевского Динамо сейчас очень серьезные проблемы. Финансовые проблемы. И они были вынуждены продать Виктора Цыганкова в Жирону. Контракт подписан до лета 2027 года. Получается на 4,5 года. И в нем есть такая интересная опция. Это то, что в случае возможной перепродажи Жироной Виктора Цыганкова, киевская Динамо получит с этого трансфера 50%. То есть, возможно, еще Динамо Киев заработает. Поэтому, с одной стороны, этот контракт странный. С другой стороны, он не совсем странный. Но здесь, скорее всего, первая причина этого трансфера была. Это финансовые проблемы киевского Динамо. И последняя новость на сегодня. Это то, что Ювентус не хочет продлевать контракт с Куадрадо. И летом Куадрадо, колумбийский футболист, уйдет свободным агентом из Ювентус. Он будет вынужден себе искать новый клуб. Так как Ювентус не видит в нем дальнейшей перспективы. Хотя и у Ювентуса непонятно, что там с перспективой. Сейчас, если понакладываются на Ювентус санкции, отправят его в серию B, там поразбегается. Там будет повтор вот этой ситуации 2006 года. Останется, может, 2-3 человека и все. Все остальные позбегают с Ювентуса, как это мы уже наблюдали. Кто помнит, тот знает о чем я. Что ж, будем дальше смотреть о громких трансферах и негромких о футбольных новостях. От вас я, конечно, жду лайки. И давайте пообщаемся в комментариях.